Привет всем подписчикам и зрителям канала. Сегодня я решил сделать небольшой тест и обзор вот такой вот бензопилы фирмы Хютер БС-45. Значит, эта пила поставляется вот в таком вот коробке. Покупал ее новую. Вот ее характеристики. Можете нажать паузу, прочитать. Значит, в комплектации шла сама пила, шина, цепь, ключ и защитный чехол. Значит, что на ней находится. Отверстие для заливания бензина. Бензин заливается не ниже 92-го. Вот здесь можно прочитать, в какой пропорции смешивать его с маслом и какой бензин заливать. Затем отверстие для заливания масла для смазывания цепи во время пиления. Кикстартер. Затем воздушный фильтр. Подсос бензина. Воздушная заслонка для первого запуска. И кнопка включения-выключения. С этой стороны стоят такие вот резиновые подушки, чтобы была малая вибрация у пилы. По поводу натяжения цепи. Здесь стоит две гайки на шпильках и такой вот болтик для непосредственно самой натяжки. Чтобы натянуть цепь, нужно отпустить этим ключом две вот эти гайки и при помощи отвертки натягивать цепь. Цепь должна немного провисать, где-то миллиметра на 4-5. Но и так же ее нежелательно перетягивать, так как будет большой износ шины. Шины лучше во время пиления иногда менять местами. То есть вот сейчас видно на местах и тут верт ногами. Далее. Вот многие не хвалят эту фирму тем, что она, эта пила очень тугая на завод, особенно после долгого стояния. Но чтобы ее легко завести, я сейчас покажу, есть один способ. Сперва нужно... Вот эта пила мне стояла где-то полгода и я ей не пользовался. Значит, для завода нужно немного нажать подсот бензина где-то раз 5, не больше. Затем до щелчка выдвигаем воздушную заслонку. И на включенном зажигании делаем несколько рывков пока пила не схватится. Она может схватиться сразу, может через несколько рывков, но не заведется. Просто схватилась и все. Сейчас я поставлю видео, покажу. Вот я все сделал, теперь делаем несколько рывков. Вот, все. получилось в первый раз она схватилась. Теперь полностью задвигаем заслонку и начинаем заводить. как видно, пила завелась довольно-таки легко и быстро. Вот, этот способ очень эффективный. а если просто без заслонки начинать ее дергать, то ее можно очень долго заводить. Сейчас я нажму паузу, покажу, как она пилит. Вот я принес небольшое бревно, сейчас распилим. паузу, как видно, пила пилит просто замечательно, для домашнего использования она вполне подходит для нечастого. Конечно, она не сравнится с дорогими аналогами, но я повторюсь, для домашнего использования самое то. Вот, в принципе, на этом все. Если остались какие-то вопросы или я что-то упустил, пишите в комментариях, я на них с удовольствием отвечу. Ну все, всем спасибо за обзор, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.